Привет! Сейчас я хочу вам рассказать про настольную игру Детектив под названием Детектив. Игра в современном расследовании 1 сезон от издательства Gaga Games. Как понятно из названия, это настольная игра Детектив. То есть вы будете совместно, кооперативно разгадывать загадки и решать, собственно, Детектив. Здесь внутри три дела. Это как бы такая одноразовая игра. То есть, когда вы пройдете эти три дела, вы уже будете знать все зацепки и разветвление сюжета и ответы. И проходить ее снова не будет особо смысла. Но внутри вас ждет настоящий Детектив, где вы будете расследовать, записывать и очень много обсуждать. Я лично обожаю жанр настольных Детектив. И именно поэтому особенно сильно хочу вам рассказать про эту игру. Давайте я вам покажу, как эта игра играется и что находится в коробке, а потом перейдем к моим впечатлениям. Вот те три дела, которые есть у нас в коробке. По естественным причинам. Кровь, чернила и слезы. Железное алиби. К каждому из этих дел есть набор портретов. Когда вы готовитесь к партии, вы берете колоду этого дела и берете колоду с портретами. И потом в определенные моменты вам необходимо будет эти портреты вскрывать. Также каждый игрок получает вот такую плашку с офицером полиции. И у вас есть поле. Вы открываете правила. Читаете художественный текст. И дальше вы узнаете, где вы находитесь, на какое место кладется ваша машинка. И сколько у вас времени на это дело. Дальше у вас уже есть места, в которые вы можете пойти. Например, здесь мы можем изучить отчет судмедэксперта по вскрытию. Для этого нам нужно быть в лаборатории. Мы едем в лабораторию. На этом мы тратим один час. И потом ищем карточку с подходящим номером. И уже на этой карточке мы узнаем, сколько времени мы потратили на ее изучение. Еще перед началом партии нам выдают определенное количество вот таких жетончиков. В зависимости от количества игроков. Их тоже можно иногда тратить на вот эти карточки. Когда вы читаете эти карты, иногда они дают вам возможность потратить такие жетоны. Иногда дают вам возможность переходить уже на другие карты. А иногда дают вам возможность попадать в базу Antares. Вот наша база данных. Мы заходим в нужное дело. И, например, когда карточка говорит нам прочитать отчет о вскрытии, вы вбиваете сюда файл, который вы хотите, нажимаете «Искать», и вот ваше заключение патологоанатома, вы можете целиком его читать. Если натыкаетесь на вот такой значок, это значит, что вы можете погуглить это слово, действительно идти в Google, вбиваете это слово и читаете, что это такое. Дальше у вас здесь есть отпечатки пальцев, вы можете их добавить в вашу базу, и у вас теперь есть отпечатки этого человека, и вы можете сравнивать их с другими отпечатками. Когда вы закончили дело, вы заходите в итоговый отчет, и здесь уже отвечаете на вопросы игры, и она уже в конце вам скажет, правы и вы или нет. Вот такая у нас база данных. В принципе, это и все компоненты. В основном вы просто шерстите по карточкам определенного дела, и когда у вас заканчивается время, вы переходите к тому, что отвечаете на вопросы, которые задает вам, собственно, ваша база Антареса. Эта игра основана на другой настолке, детектив, игра в современном расследовании. Но в базовый детектив я не играл, поэтому сравнивать я их не смогу, но я знаю, что в этой версии немного упрощена механика, и сами расследования проще и короче. Но это совсем не значит, что в этой коробке расследования простые, и вам не понадобится думать. Как я уже говорил, в этой коробке три дела, и они никак не связаны друг с другом, то есть можно их играть в разное время и с разными компаниями. Собственно, я так и сделал. Я играл с разным набором людей, чтобы посмотреть, как эта игра подходит разному набору игроков. Лично мне одно дело не очень понравилось, а два других привели в восторг. Конечно, это может быть связано с тем, что одно я не разгадал, а два других мне удалось расследовать, но в целом и устройство двух других сюжетов, и сеттинг их мне больше зашел. Но сейчас я больше бы хотел рассказать про функционирование системы внутри этой игры, потому что мне кажется, оно отличное. Тут довольно много геймплея, и правила подробно расписывают, как это все работает, но в целом, базово, все очень просто. Вы просто выбираете, какую карточку вы читаете, читаете ее, потом открываются новые варианты, куда вы можете ехать. Вы выбираете, в какое место ехать, там, возможно, вам открываются файлы, и вы уже заходите в компьютер, читаете их там. То есть правила может знать только один человек, а другие игроки могут быть вообще новичками, и все равно играть в это, потому что все, что надо делать, это расследовать этот детектив. То есть вполне только один игрок может знать правила, а все остальные быть вообще новичками. И при этом все равно всем будет комфортно играть. Сама суть расследования самоочевидна, то есть любого уровня игрок может сесть и начать играть в это, и это офигенно. Мне нравится, как здесь организована вот эта система с тем, что нам нужно перемещаться по локациям, и следить за тем, как истекает время. Очень быстро становится понятно, что мы вообще не успеем посетить все локации. И мы всегда стараемся посетить максимум локаций в одном месте, чтобы не терять драгоценные часы на перемещении. Иногда нужно следить за вот этим тайм-менеджментом, и от этого появляется дополнительное напряжение в игре. Но при этом этот элемент не слишком отвлекает нас от, собственно, самого расследования. Еще мне нравится, что вы можете идти, в принципе, по любым карточкам, и сюжет будет развиваться в какую-то сторону, которую вы выберете, и вы узнаете только часть информации. И при этом не будет карты, которая вам точно скажет, вот этот человек-убийца, и он злодей, а только собирая максимум количества информации с разных карточек, и обсуждая то, что мы собрали, мы сможем прийти к какому-то выводу. При этом на какую бы карточку вы ни пошли, игра все равно будет вам давать хоть немножечко, но полезной информации. С точки зрения геймдизайна, это сделано великолепно, что в конечном итоге вы не сможете заблудиться в этом лабиринте из возможных вариантов. Использование базы данных Антарес, то есть вашего компьютера, это очень интересный и важный элемент геймплея. Но при этом его совсем немного. Даже хочется, чтобы больше этого было в игре. Только когда вы находите какие-то данные в лаборатории, или когда вам дают какое-то досье, вы обращаетесь, собственно, к этой базе данных и читаете, что же вы там такого получили. Ну и самый кайф, это то, что в одном из сюжетов, когда вам говорят проверить записи с камер наблюдения, и вы заходите в эту базу данных и смотрите настоящие видосики с настоящими людьми, которые сняли для этой настойки. Это лучшее и самое прикольное, что есть в этой коробке. Это вот этот момент с наблюдением с видеокамер, когда прям все игроки офигевают. Это вау. Этого я никогда не видел. Из этого исходит следующий пункт. Атмосферность. Эта игра ощущается, как настоящее расследование, в котором мы находимся, хочется погружаться в эту историю, узнавать этих персонажей, рассматривать эти портреты и думать, кто же все-таки из этих всех людей злодей. И вот это чтение досье, оформление карточек, все это помогает погружению в эту историю. Ощущение нахождения в серии какого-то современного детектива в наличии. Вообще, только недавно понял, что настольные игры детективы — это отличный вариант для entry-level игры. То есть для игры для новичков. Потому что во всех играх такого типа, в принципе, мало правил, но при этом много геймплея, которые строятся на самом расследовании, которое и так всем понятно, если вы хоть раз смотрели детектив или читали широко Холмса. А именно эта коробка отлично подходит как entry-level игра, потому что здесь достаточно глубины геймплея и интересные сложные расследования, но при этом они достаточно упрощены, сюжеты не связаны друг с другом и занимают не так уж много времени. Где-то полтора-два часа проходится одно дело. То есть я рекомендую эту коробку как подходящий вариант для того, чтобы начинать знакомиться с настольными детективами. А теперь к минусам. Как я уже говорил, мне не очень понравилось первое дело из этой коробки под названием «По естественным причинам». Сам процесс расследования был интересным, но когда мы дошли до ответов, мнения показались недостаточно логичными. И в целом с ответами на расследование тут тоже есть проблемка. В одном из трех сюжетов в конце вам задают только один вопрос. Кто убийца? Если вы отвечаете правильно, то игра вам дает 100% успеха, а если неправильно, 0% успеха. Что странно, потому что мы кучу всего там расследуем. В другом деле, в котором мы очень долго расследуем там всякие махинации, узнаем, кто убийца, какие там замешаны компании. Все это интересно и сложно. В конце нам задают, ну, три вопроса от силы. Типа, кто убийца? Кто ему помогал? Почему его убили? И все. То есть, ну, как-то недостаточно этого мне, для того, чтобы чувствовать удовлетворение в своем собственном расследовании. Становится понятно, что эта игра, она не про конечный результат, а про само путешествие. Еще один минус для меня, это наличие вот этих вот картонных плашечек ролей, которые в начале партии должны выдаться каждому игроку. И они при этом, по-моему, не несут в себе никакого смысла. Это просто куски такого качественного картона. На них сзади написано, что как будто бы вы должны делать в этой партии. Например, собирать данные, то есть заниматься базой данных, записывать все, держать в голове подробности о людях и местах событий, читать вслух текст на картах, отыгрывать персонажей голосом, или следить за тем, чтобы карты зацепок лежали с нужной стороны поля. Ну, то есть, то, что вы и так будете все делать, но не из-за этих ролей. Может быть, это нужно кому-то, кто никогда не играл в детектив и хочет попробовать что-то новое, и это может быть подсказка для него, но все равно это можно было бы вместить в правило, а не на отдельную плашку. С другой стороны, это может быть добавить нам элемент роуплея, то есть мы не играем за абстрактных полицейских, а за конкретного офицера полиции Клиффа Берджера. Казалось бы. Но в одном из сюжетов мы едем в загородный особняк где-то в Англии и попадаем в такой классический детектив. И мне совсем непонятно, что офицер полиции Клифф Берджер забыл в этом сюжете. То есть я для себя эти плашки попросту игнорировал. В любом случае, эта игра подарила мне и моим друзьям массу разнообразных эмоций. Если вы хотите посмотреть, как это происходило у нас, то я записал летсплей, в котором мы проходим дело под названием Железное Алиби. Ссылка будет в описании. Но аккуратно, там, конечно же, будут спойлеры на это дело. В общем, я точно рекомендую вам этот детектив. Неважно, прошарен ли вы игрок или только новичок, это очень интересный экспириенс. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите увидеть больше обзоров на разнообразные детективы и квесты. А также заходите вот в этот плейлист, где я выкладываю, собственно, ролики про квесты и разные детективы.